Трех многодетных матерей и одного гражданского активиста суд в Алматы приговорил к году ограничения свободы. Их обвиняли в причастности к деятельности запрещенной в Казахстане организации ДВК. Не доказали, но контролировать будут. Власти неправильно поступили, что вообще провели репрессии против матерей, что закрыли их. Это уже было беспрецедентное нарушение. В Таджикистане милиционеры сняли репортаж про подозреваемого в убийстве парня. Еще до решения суда его назвали убийцей. Родственники возмущены, подследственный свою вину отрицает. Моего сына как преступника уже несколько раз показали по телевизору. Я против. Президент Кыргызстана Сурумбай Джимбеков строит планы на следующие 4 года своего правления в приоритетных задачах получения все новых и новых грантов и кредитов от зарубежных доноров. Сколько нам миллиардов не давай, все уйдет в консультантов, потом в бесконечные рабочие группы. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» в Бишкекской студии. Я Шавхат Тургаев. Здравствуйте. Бывшего депутата Кыргызстанского парламента Дамирбека Асалбека Улуза экстрадировали на родину из Казахстана. Там, я напомню, его приговорили к 12 годам тюрьмы. Об этом Кыргызском бюро Радио Свобода Азатык сообщили в государственной службе исполнения наказания. Бывшего парламентария доставили на родину накануне. В настоящее время он содержится в следственном изоляторе. Скорую переведут в колонию. В ГСИН отметили, что для приведения решения суда Казахстана в соответствии с Уголовным кодексом Кыргызстана материал отправлен в Верховный суд и на основании решения суда будет определен срок наказания. Я напомню, в феврале 2018 года в Казахстане была проведена крупномасштабная спецоперация по задержанию членов организованной преступной группы. Среди арестованных оказались должностные лица таможенных и правоохранительных органов, представители криминалитета, а также трое граждан Кыргызстана. В их числе было на тот момент еще депутат Дамирбека Салбекулум. Его признали виновным в создании руководства транснациональной организованной группой и контрабанде. В Алматы из зала суда освободили многодетных матерей одного гражданского активиста. Всех их обвиняли в причастности к запрещенному в Казахстане движению демократический выбор. При этом суд приговорил их к одному году ограничения свободы. Это означает, что все это время они будут на контроле пробационной службы. Об итогах громкого судебного дела, которое длилось больше полугода, расскажет Шалпана Разбекова. Еще за час до начала оглашения приговора у здания суда собрались свыше 70 активистов и общественников, которые все это время поддерживали подсудимых. Последние свой приговор ожидали более полугода. Среди них трое многодетных матерей Оксана Шевчук, Гульзипа Джаукерова и Жазира Демеова, а также один гражданский активист Ануара Ширалиев. Всех их обвиняли в причастности к деятельности запрещенного в Казахстане движения Мухтара Аблязова. Ранний прокурор просил суд приговорить обвиняемых к двум годам ограничения свободы, но судья Куралай Дарханова озвучила свое решение. Подсудимые осуждены к одному году ограничения свободы, зачетом время нахождения их под стражей до момента нахождения их рассмотрения в суде и в ходе досудебного расследования. А также нахождение их под домашним арестом. Где-то в итоге, получается, мы посчитали, я конкретно посчитала, 5 месяцев, больше 5 месяцев, получается, у Аширалиева, у Демеевой чуть меньше. Это значит, что сидеть в колонии активисты не будут, но они обязаны соблюдать установленные правила, относящиеся к этому виду наказания. Подсудимых также привлекли и к принудительным работам на 100 часов. Такой дополнительный вид наказания не коснулся только Оксаны Шевчук, у которой имеется 8-месячная дочь. Всем четверым запретили заниматься общественной деятельностью и даже писать посты. В социальных сетях этот запрет продлится до конца назначенного наказания. Адвокаты пока не уверены, что именно они намерены в этом решении оспаривать. Сейчас мы будем согласовывать, мы будем думать относительно дополнительного наказания Джаукера Гульзипа. Она сразу высказала, что она не согласна, так как у нее ребенок особенный в этой части, поэтому этот нюанс мы, наверное, подумаем. Между тем, правозащитники отмечают, что во время судебного процесса было достаточно нарушений прав в отношении как подсудимых, так и их детей. Власти неправильно поступили, что вообще провели репрессии против матерей, что закрыли их. Это уже было беспрецедентное нарушение. Это прямое нарушение как раз прав ребенка. И омбудсмен, конечно, должен был присутствовать здесь и дать свой комментарий, дать свою оценку. Несмотря на вынесены приговоры и заявления правозащитников, другие гражданские активисты, которые наблюдали за ходом дела, называют даже ограничение свободы своей победой. Маленькая, но наша победа! Вот она! Вот она! Многодетные матери Шевчук, Джалкерова, Демеова, а также активиста Нуара Ширалиев участвовали в несанкционированных митингах в мае этого года. Тогда они озвучили свое недовольство ситуацией в стране, после чего стали фигурантами уголовных дел, якобы за участие в экстремистском движении Мухтара Блязова ДВК. В июле трем многодетным матерям и активисту Аширалиеву суд изменил домашний арест на содержание в СИЗО. За нарушение правил меры пресечения всех четверых казахстанские правозащитники внесли в список полизаключенных. Власти наличие полизаключенных в стране отрицают. Шелпану Разбекова Павел Энгельгард. Настоящее время Азия. Казахстан. На заседании 2-го Западного окружного военного суда в Санкт-Петербурге прокурор попросила приговорить обвиняемого по делу о взрыве в метро Санкт-Петербурга Аброра Азимова к пожизненному лишению свободы. На кадрах вы видите официальное видео, снятое до начала слушания. Во время процесса снимать было запрещено. Прокурор Надежда Тихону попросила суд приговорить Аброра к пожизненному заключению в колонии особого режима и штрафу в размере 1 миллиона рублей. В премиях прокурор сообщила, что подсудимые составляли преступную группу. Они обвиняются в участии в террористическом сообществе, в попытке организации теракта, в совершении теракта, в незаконном обороте оружия, а также в изготовлении, хранении и перевозке взрывчатых веществ и взрывных устройств. Ранее Аброра Азимов заявлял в суде, что признательные показания в рамках досудебного расследования он дал под давлением. Перед судом, кроме Аброра, предстали еще 10 обвиняемых по делу о теракте. Ни один из них свою вину в рамках судебного следствия не признал. Теракт в вагоне поезда Петербургского метро на перегоне между станциями Синная площадь и Технологический институт произошел 3 апреля 2017 года. Погибли 16 человек, включая смертника, 22-летнего уроженца кыргызстанского города Ошакбар Джона Джалилова. Личность Джалилова установили 4 апреля, после чего начались задержания. Акрам Азимов и его брат Аброр стали главными фигурантами дела. О задержании Аброра Азимова ФСБ отчиталось спустя две недели после теракта, но кадры оперативной съемки с задержанием родственники Азимова считают постановкой. Сначала задержанного валят на землю, дальше идут две склейки, значит съемка могла прерываться. И позже из-под одежды Азимова оперативники достают оружие. Акрам Азимов, старший брат Аброра Азимова, по официальной информации, был задержан на остановке общественного транспорта в Новой Москве. Судя по кадрам оперативной съемки, эта силовая операция не была для него неожиданностью. За секунду до задержания он сидит, склонив голову и засунув руки в карманы. А когда к нему подбегают сотрудники ФСБ, он почему-то никак на них не реагирует. 15-летнего жителя Таджикистана обвиняют в двойном убийстве. Его родители пожаловались в Генпрокуратуру на действия милиции. Дело в том, что гостелеканалы показали видеосюжет о следственном эксперименте, где их несовершеннолетний сын показывает и рассказывает, как совершал убийство. Репортаж, к слову, подготовили сами сотрудники МВД. Родители обвиняемых говорят, что их сын дал признательные показания под давлением. Они также жалуются на то, что с момента задержания их сына не раз были нарушены нормы в ведении следствия. Анна Широна Рипов продолжит. Во время следственного эксперимента подросток показывает, как пролез в окно и зарубил топором своих жертв. В сюжете МВД его лицо не показали, но назвали имя, фамилию и адрес. Мать мальчика возмущена. Решения суда еще не было. И теперь ее сын свою вину отрицает. И все те, кто посмотрел репортаж, считают его убийцей. Это может повлиять на решение суда. По словам отца обвиняемого, это не первое нарушение прав его сына. Таких случаев может набраться с десяток. Родители и адвокатов не пускали на допросы несовершеннолетнего подростка. Они смогли его увидеть только через два месяца в изоляторе. Угроза изнасилования и расправы его вынудили дать признательные показания, говорит отец. Молодой человек говорил, что убийство совершили другие люди. Во время расследования мой сын говорил о причастности четырех человек к убийству и даже назвал несколько имен – Акбар, Усмон и Хабиб. Четвертого он не знал. Он был свидетелем. Эти люди и имена даже не указаны в протоколе допросов. Во время расследования мой сын даже помог сделать фоторобот главного преступника по имени Акбар. Странным образом этот фоторобот пропал из протокола. Мать одного из убитых из Ломедина Шохидова не считает подростка невиновным. Однако в то, что именно он держал топор в руках, не верит. Там, по ее словам, был кто-то еще. В заявлении указано, что он трижды ударил топором. Но сам мальчик назвать количество ударов не смог. Он не убивал, но был в курсе событий. Он там рядом купался. В МВД говорят, что права обвиняемого во время следствия не нарушались. Оно проходило по всем правилам. Факт пыток и запугивания подростка не доказан. В МВД заявили, что были неправы только в том, что озвучили имя и адрес подозреваемого. Это наш видеосюжет. Мы его уже давали в эфир. Мы его в сюжете называли обвиняемым в убийствах. Мы закрыли его лицо и, если нужно, принесем извинения за то, что назвали его имя. Родственникам извинения не нужны. Сегодня было очередное слушание по делу, и родители на нем заявили, что требуют доследования. Двойное убийство произошло 6 июля этого года в Арзопском районе Таджикистана. 25-летний Шухрат Голибов и 13-летний Сломидин Шахидов были зарублены топором в одной из местных зон отдыха, а их тела сброшены в реку. Ануш Рволарипов, Насим Исамов. Настоящее время Азия. Попытка мэра Ташкента замолчать скандал вокруг своей персоны, похоже, возымела прямо противоположный эффект. Накануне Джахонгир Артык Ходжаев встретился с журналистами интернет-издания Кун.УЗ, которым он же совсем недавно открыто угрожал. Назвал их последними тварями, детьми собаки, беспринципными бедолагами и петухами. Городоначальник перед журналистами не извинился, однако редакция Кун.УЗ, видимо, сочла это необязательным и объявила об урегулировании конфликта. Такой своей позиции руководство издания вызвало ярость не только узбекистанского интернет-сообщества, но и некоторых своих сотрудников. Двое журналистов Кун.УЗ в знак протеста уволились с работы и написали на своем телеграм-канале официальное обращение своему обидчику Джахонгиру Артык Ходжаеву. По их словам, конфликт с высокопоставленным чиновником поставила редакцию в трудное положение. Сегодня проиграли не мы. Проиграла просыпающаяся свобода слова. Проиграла пресса. Я скажу вам, Джахонгир Ака, еще тогда я пошел против этого. Я не сын собаки и я не последняя тварь. Подумайте не о своей победе, а о том, что вы испортили имидж государства. Я уверен, что я найду себе работу. А вас прошу, не обвиняйте Кун.УЗ в век, когда права журналистов не защищены, а пресса остается слабой. А Джахонгиру Артык Ходжаеву еще раз повторю эти слова. Я не сын собаки и не последняя тварь. Я юрист, занимающийся журналистикой. Я всего лишь хотел, чтобы законы работали в государстве. Свою гордость я унаследовал от отца. Гордость превыше всего. Вы не имеете права топтать ее, но поймите одно. В этой битве никто не победил. В особенности вы. С момента появления в соцсетях скандальной аудиозаписи интернет-сообщество Узбекистана потребовало от главы агентства информации и массовых коммуникаций сделать официальное заявление. Ранее Кумил Аламджонов неоднократно говорил, что будет защищать интересы СМИ. Однако чиновник выждал почти три дня и только тогда опубликовал в Фейсбуке небольшое заявление. В нем Аламджонов приветствовал прошедшую встречу Артык Ходжаева с редакцией Кун.УЗ и призвал медиасообщества не муссировать этот вопрос. Во избежание дальнейшего нагнетания ситуации, а также принимая во внимание просьбу редакции Кун.УЗ, агентство призывает блогеров и журналистов принять во внимание итоги состоявшейся встречи Хокима-Столицы с коллективом данного издания и далее не муссировать этот вопрос. Тем не менее, мы уверены, что соответствующие органы республики доведут до конца рассмотрения данной ситуации и дадут ей полную правовую оценку. Ну а тем временем на угрозы мэра Ташкента в адрес журналистов отреагировали в ОБСЕ и в посольствах США, Великобритании и Узбекистане. Арлем Дезир, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, выразил обеспокоенность сообщениями об угрозах со стороны высокопоставленного чиновника в адрес журналистов. Дезир приветствовал вмешательство прокуратуры. Он выразил надежду, что ведомство тщательно изучит ситуацию и обеспечит безопасность журналистов. Посольство США также выразило поддержку работникам СМИ. В официальном сообщении указывается, что США решительно поддерживают свободу слова и отвергают насилие и преследование журналистов и блогеров. Британский дипломат, в свою очередь, заявил, что обеспокоен комментарием мэра Ташкента. Между тем, во второй половине этого дня редакция Кун.УС опубликовала еще одну часть скандальной аудиозаписи. На нем уже монолог городначалика, не такой агрессивный, как в предыдущей записи. За конфликтом мэра Ташкента с интернет-изданием Кун.УС все эти дни внимательно следила правозащитница Виктория Надеждина. И вот что думает она об этой скандальной истории. Сейчас вопросов намного больше возникло, чем когда мы имели первую запись. Позиция Кун.УС тоже непонятная. Но в любом случае, ни при каких обстоятельствах это недопустимо, чтобы чиновник такого уровня при любом разговоре, он не имеет права высказываться, обрушиваться с угрозами. И мы знаем, что такой вид истерики высокопоставленного чиновника происходит уже не первый раз. И поэтому это большой вопрос в первую очередь к нему. Но что и в общем-то должно было бы быть сделано в правовом государстве. Но учитывая то, что в Узбекистане на данный момент, к сожалению, до сих пор не работают эффективные механизмы объективного расследования, то я боюсь, что все может остаться просто на том уровне, на котором мы сейчас видим. И дело попытаются замять и забыть. К другим темам. В Гонконге полиция за минувшие сутки задержала более тысячи демонстрантов. Третий день продолжается противостояние полицейского спецназа и протестующих, которые заняли кампус политехнического университета. Подробности у Ольги Жирносек. После ожесточенных столкновений с полицией территорию кампуса добровольно покинули около 200 студентов и школьников. Они сообщили, что у протестующих заканчиваются запасы еды и воды. Многие страдают от переохлаждения и травм. Я была в отчаянии, потому что нашим единственным выходом было сдаться. Но тогда мы действительно боялись обвинений. Со вчерашнего утра мы пытались сбежать, но мы не смогли найти выход. Утром власти Гонконга допустили на территорию университета бригаду скорой помощи. Глава администрации Карри Лэм сообщила, что в кампусе остаются около сотни протестующих. Мы будем использовать любые средства, чтобы убедить оставшихся протестующих покинуть кампус как можно скорее, для того, чтобы вся эта операция могла завершиться мирным путем. Протесты в Гонконге обострились после гибели студента в результате столкновений с полицией. В конце прошлой недели около тысячи студентов забаррикадировались в здании местного политеха. В воскресенье полиция окружила здание и заявила, что готова применить огнестрельное оружие. В ответ протестующие использовали камни и бутылки с горючей смесью. По сообщениям властей, кампус уже покинули около 600 человек. Одни пытались бежать по туннелям канализации, другие спускались с моста в кампусе, используя канаты и шланги. Полиция сообщила о рекордном числе задержанных. За прошедший день полиция задержала около 300 человек за различные преступления, в том числе за участие в беспорядках и хранение оружия. Руководство Китайского университета Гонконга также сообщило о краже опасных химикатов из своей лаборатории. Протесты в Гонконге не стихают с 9 июня. Они начались из-за законопроекта об экстрадиции лиц подозреваемых нарушений закона в материковой Китае. Теперь протестующие требуют отмены официальной оценки их действий как беспорядков, предоставления им всеобщего избирательного права и прямых выборов главы администрации и членов законодательного собрания. Ольга Жарнасек. Настоящее время. Смотрите далее в нашей программе. Президент Кыргызстана Сурумбай Джимбеков строит планы на следующие 4 года своего правления в приоритетных задачах получения все новых и новых грантов и кредитов от зарубежных доноров. Сколько нам миллиардов не давай, все уйдет в консультантов, потом в бесконечные рабочие группы. Мы продолжаем нашу программу. Резкий рост безработицы в Кыргызстане выросла на 19%. Численность официально зарегистрированных безработных, по данным на конец октября этого года, составила более 83 тысяч человек. Такие цифры приводит Национальный статистический комитет Кыргызстана. Реальный рост среднемесячной заработной платы за период с января по сентябрь этого года составил 3,6%. В номинальном выражении это 16 411 сомов или около 240 долларов. Реальный рост ВВП по итогам 10 месяцев 5,7%. Инфляция с начала года более 1%. А объем внешнеторгового оборота в сравнении с прошлым годом упал на 2,8%. Больше 10 миллиардов долларов за 28 лет независимости именно столько зарубежных грантов и кредитов потратил суверенный Кыргызстан. Этого оказалось недостаточно, чтобы провести судебную реформу или хотя бы обеспечить всех жителей страны чистой питьевой водой. Сегодня президент Сурамбай Джеймбеков вновь попытался заручиться финансовой помощью международных партнеров. Почему Кыргызстан вынужден постоянно просить или занимать и какой суммы будет уже достаточно? Дарья Тимофеева обсудила это с экспертами. На следующие 4 года своего президентства у Сурамбай Джеймбекова серьезные планы от развития экспорта до повышения экономики Кыргызстана в целом. Идеями он делился сегодня с международными донорами и не забыл упомянуть, что без внешней поддержки стране не обойтись. В частности, в проекте Тазасу. Есть еще 345 сел, по которым источники финансирования не определены. Для обеспечения их чистой водой потребуется в целом около 481 миллиона долларов или 34 миллиарда сомов. Определено, что 450 миллионов долларов из этих средств необходимо финансировать за счет доноров. Проект, на который власти опять просят деньги, давно стал примером, как делать нельзя. Именно Тазасу. Одна из причин, почему международные партнеры усилили контроль за расходованием средств, появились траты на консультантов и строгая отчетность по грантам. Наши их распилили, съели, ничего не построили, водопроводы не во всех селах сделаны. А те, что сделаны, они всегда качественные. Деньги просто разворовали. И людей, которые умеют разворовывать деньги, они очень ценными кадрами считаются в государстве. Они получают повышение, они двигаются по службе. Большая часть полученных денег идет в Кыргызстане на социальную сферу. Занимать, чтобы тратить на базовые вещи, не самая успешная модель, по мнению ряда экономистов. Политолог Денис Бердаков отмечает, зарубежные страны уже пытались поменять структуру расходования кредитов. Как только правый, начиная инвестировать, действительно зажимает в социальный сектор, социальные выплаты в том или ином виде начинают развивать экономику, доходят до какого-то уровня. Люди просто бунтуют, требуют повышения жизненного уровня, увеличения социальных программ. Приходят власти крайне левые, которые, соответственно, накопленные богатства разбазаривают. И все это кончается, опять же, приходом крайне правых. Более ста стран мира в ближайший век обучены скакать слева вправо. Кыргызстан ошибки не повторяет. Мы уверенно идем левой социальной стороной. Потому что если к нам власти по крайне правой, это гарантированный успех новой революции. Временные чиновники хотят расходовать гранты здесь и сейчас, чтобы заработать политические очки. Бизнес и люди на местах не всегда успевают подстраиваться. Отсутствие долгосрочного планирования – другая проблема государства, считает финансист Назира Тюлюндиева. Год развития регионов. И вот выделяют деньги, немалые для регионов, 2 миллиарда сумм. Но вместе с тем, когда начали искать, куда же вкладывать, оказывается, нет готовых проектов. А с чем это связано? Это связано с тем, что это не планировалось. Это вот как у нас политическая воля первого лица. В общей сложности молодой Кыргызстан получил более 10 миллиардов долларов вложений от зарубежных доноров. Сумма за 28 лет. Другим странам хватило в разы меньше времени и в половину скромнее бюджета, чтобы преобразить жизнь населения. Сколько нам миллиардов не давай, все уйдет в консультантов, потом в бесконечные рабочие группы. С таким капиталом и с таким подходом, как Грузия, мы должны были в 3-2 раза опередить темп развития Грузии и стать очень крутой страной на постсоветском пространстве. К сожалению, эти средства были израсходованы неэффективно. Судя по задачам власти, со стороны Кыргызстана не снизится. Уже обещаны повышение зарплат учителям и сотрудникам дорожной милиции. А это миллиарды сомов новых расходов бюджета. Дарья Тимофеева, Самат Алышбаев, Настоящее время, Азия, Кыргызстан, Пешкек. Через месяц после того, как в Душамбинском зоопарке скончали сибирский морал и страус, директора зоосада уволили. Махмад Али Шарипов уволен со своей должности, которую занимал с 2017 года. Официальная причина увольнения в муниципалитете Душамбе не озвучивается, однако источник радио «Зодив Хукумати» не исключает, что отстранение от должности связано с бурей негодования в соцсетях. Пользователи интернета сильно переживают регулярную гибель животных в Душамбинском зоопарке и называют его «парком смерти и боли». Новый директор зоопарка будет представлен в коллектив в ближайшее время, сказал в беседе с корреспондентом Озо Димс замдиректора зверинца Сейд Ходжа Сафаров. С 2015 года в Душамбинском зоопарке погибли бегемот, кенгуру, несколько пуней, антилопа, телесные тесные вольеры и плохое питание – основная причина их гибели, говорят специалисты. Ситуация в Душамбинском зоопарке вынудила активистов охраны природы начать сбор денег для спасения животных. Всего за несколько дней ими было собрано полторы тысячи долларов. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Я желаю вам всего самого доброго, все доброго, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok